Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Идея была такая Ну почему бы не послушать Есенина Ну вживую, как сейчас Вот записи, хорошее было, качественное Ну и идея такая Возникла, что давайте мы ее запишем И фантастический роман Отсюда родился, да Героиня у нас получается попадает Из будущего в прошлое Ну как обычное, вдохновляет она муза И вот такая муза у нас попадала к Есенину, к Шопену, к Микеланджело, и вот называется роман «Варвара во времени». И это была такая, знаете, вещь такая была, легкая. Сленга много молодежного, но познакомившись с этими историческими личностями, с этими героями, я поняла, что можно что-то посерьезнее написать. И вот благодаря маленькому кусочку Есенину, да, и вот это все разрослось. Я пишу в основном про историю, и как-то все вот эти личности, их надо показать живыми. Не то, что они какие-то портретные такие, которые мы знаем со школы, нет, они живые, интересные. Кто-то со стула падает, кто-то, я не знаю, бросает ему ботинок куда-нибудь, он за ним лезет. Но обычные, такие стандартные, простые ситуации, они живые, и вот каждый из нас тоже живой. Хотела бы именно это подсказать. Я читаю мемуары, письма, переписки, это вообще открывает очень много. Ну, Андрей Розен, барон, потрясающий декабрист, такой обаятельный, прямо читаешь, хочется вместе с ним пообщаться, какой человек был. Николай Бестужев, Николай, мы его почему-то зовем сами так, тоже декабрист. И вот я тоже заинтересовалась именно этой темой, декабризмом. Много романов на эту тему. Как Астафьев, по-моему, говорил, что если можешь, не пиши. Не знаю, мне это себя раскрыть помогает. Наверное, только для себя. Хотя было бы приятно, если бы какие-то девушки, в основном я пишу для девчонок, поняли что-то из моих книжек. Это было бы здорово.